Но они хорошие были, добрые. Соседка до сих пор не может поверить в произошедшее. Им было немного за 30. Трое детей планировали переехать в новый дом. Из квартиры номер 5. Не успели. Очень хорошие были, помогали всегда. Мы жили как одна семья. В то утро 4 января соседка помнит, как провожала Рамилей Гульчачак в поездку в Казань. Попрощались у подъезда вроде бы как обычно, но оказалось навсегда. Две семьи, Довлетшина и Муртазина, отправились погулять по новогодним площадкам города. Но не доехали. Лобовое столкновение с иномаркой унесло жизни четырех человек. Еще один мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. В больнице. За погибших здесь молятся каждый день. За их детей тоже. Местные жители стараются помочь как морально, так и материально. По их инициативе был организован сбор денег. И семье Довлетшина, и семье Муртазина счет открыли. И отправили по всем связям. И в интернете, и в газетах. И по телефонам. И на сегодняшний день, альхамду лилля, хвала Аллаху, что мы собрали уже не меньше денег. Вот, например, где-то около двухсот тысяч. Сами помогли и других призывают артисты татарской эстрады. Абрих Абриев одним из первых опубликовал пост на своей странице в Инстаграме. Три года назад в аварии потерял друга. Да и ситуация такая, что остаться равнодушным просто не смог. У татар есть такая посовица, там, что на Куджила из капелек собирается озеро. Как раз-таки из таких крупинок, из таких капелек и оказывается большая помощь. Сколько смогли, столько смогли. Поддержка моральная. Если нужно, мы всегда, артисты, готовы организовать концерт. То есть поддержку таким людям. Дети погибших сейчас с бабушками и дедушками продолжают ходить в школу и детский сад. А сбор средств также продолжается. Для всех, кто готов помочь, реквизиты сейчас на экране. Альбина Слагараева, Марацейт Гараев, ТНВ, Тюличинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова